На этих кадрах мы видим пожилого мастера, который делает упражнения с трехзвенным цепом – Сан Дзягун. Это старая шаолинская традиция, очень сложная, требующая очень большой координации движений. И вокруг восхищенная публика. Они восхищаются не силой удара, они восхищаются даже не скоростью передвижения. Они восхищаются настоящим гунфу, мастерством, которое исходит из этого человека. А здесь мы видим китайского традиционного рассказчика Сяо Шора. Это уже практически новая технология. Он показывает картинки, ну такой примитивный китайский мультфильм и рассказывает настоящую историю. Но история вообще-то уже современная. Там есть и современные персонажи, и публика восхищается старыми новыми традициями. Китайцы вообще очень любят зрелище. Они любят мастерство в этом зрелище. На этих кадрах мы видим традиционное китайское искусство – изготовление фигурок из жженого сахара. Оно, кстати говоря, сохранилось и сегодня. Но оно уходит своими корнями в XVIII век. И надо обладать немалым мастерством, чтобы делать драконов, лошадок. И самое главное, что все, что делается, тут же съедается. То есть высокое искусство практически сразу же идет в народ. Пекин отличался еще потрясающими ресторанами, шумами, казалось бы, не очень чистыми, но очень такими народными. И именно, кстати говоря, в этих народных ресторанах тогда еще можно было встретить и будущих руководителей Китая. И самое главное, туда ходили и члены Политбюро, и члены ЦК, и буквально впрямую общались с народом. То есть Пекин был очень своим, очень национальным городом. В китайской кухне каждое блюдо всегда имело особый смысл и толкование. Например, рыба на праздничном столе – это пожелание изобилия, а курица – удачи. Однажды я с одной соотечественной был, и она заинтересовалась лапшой. Почему китайцы так, они хорошо к этому относятся. Я ей сказал, что лапша – это символ долголетия. Она должна быть длинной, как человеческая жизнь. И когда мы наматываем на... Субтитры создавал DimaTorzok